друзья всем привет сегодня будем изобретать моталку для пряжи то есть есть вот такой барабан по нему будет нитка елозить влево вправо сверху будет устанавливаться конус для ниток и будет наматываться на конус то есть есть такие два подшипника необходимо чтобы оно было вот так сюда надо выточить вал шкив выточить такой ремешок будет и двигатель и корпус будем собирать плюс еще для конуса надо будет делать каркас сейчас будем что-то придумывать короче необходимо изобрести так и вот и и и а и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, что было сделано. То есть у нас получается вот такой каркас из двойки полностью готов к покраске. То есть здесь у нас под кнопку, здесь под регулятор, держание, движка. Много всяких тут нюансов, торчков, гаечки. Здесь будет у нас провод проходить и на стяжке приделываться. Здесь у нас отверстие для выхода. То есть одно отверстие такое овальное, это на 220 вход, а это для предохранителя. То есть все везде раззенковано. Вот такой корпус. Корпус самый сложный был, наверное, спроектировать, чтобы все везде подходило. Ничего не гуляло, не дребезжало. Вот, верхняя часть корпуса выглядит вот так. Вот. То есть все тут закручивается, прикручивается. Вентиляция с этой стороны, с этой стороны. Короче, корпус, вообще огонь. Затем при поднималке для вала. Основной вал со сверлениями под шкив. Шкив, зазор в 2 сотки в плюсе, относительно вала. Вал 20-ка, минус 5 сотка. То есть 20-3 сотки получается. То есть шкивок. Плюс сам подконусник. Ну, тот, что будет держать. То есть такая стойка. Вот сюда будет вставиться. Здесь такая запчасть с шайбочками из капролона. И сам держатель самого подконусника с ручкой. Вот так вот. Изначально делал не вот такую букву Г, а сделал вот такие два конуса. То есть с одной стороны, с другой стороны. Но неудобно конус вставить. То есть мне не понравилось. То есть переделал вот такой вариант. Все, надо еще резиночку подобрать. То есть вал у нас 12-й. Подшипник с одной стороны побольше, с другой поменьше. То есть под один вид конуса. Надо еще одну такую сделать. Сюда вот она так вставляется. Ну, короче, осталось отдать все дело на покраску. И в принципе... То есть все это дело теперь отдать надо на порошковую покраску. Кроме штуки его. Вот так вот. После покраски заберу. Покажу, что тут у нас получается. То есть выглядит оно сейчас вот так. После покраски будет выглядеть вот так. Забрал с пескоструя покраски с порошковой. То есть красота вообще офигенная. Все так получается. Не дешевое, конечно, удовольствие. Порошковая покраска. Ну, еще песок. Но зато качественно получается. Ну и краска крепче. Так, все осталось собирать. Так, собираю внутрянку. Электричество. Выключатель. Провод. Тут все в термоусадочке. Все четко. Предохранитель. Здесь специальная такая клипса для зажатия провода. Тут у нас гаечки и стяжки. Ну, такие вот стяжки. Красненькие, черненькие не нашел. Сюда прям на гаечку приделывается. Тут у нас тоже все в термоусадке. в двойной. Вот, питание тут будет. Дальше собираю. Потихонечку. Вот в итоге, что у нас получилось после сборки. Мощность движка тут 150 ватт. С охлаждением. Все дела. Вот такой у нас удлинитель для нитедержателей, натягивания. то есть у нас керамические колечки. Прикручивается все дело болтом на 6, ключиком на 10. Вот так вот. Оп. Можно затягивать, можно не затягивать. Тут чуть-чуть там немножко сделал и все. Обязательно вот это необходимо выставить по центру барабана. То есть чуть-чуть сместить. Так, с этим понятно. Дальше, что у нас тут есть интересного. Стойка с ручкой. Ручка вот такого плана. Она является также утяжелителем. Чтобы не было никаких лишних деталей. То есть все, ручка на месте. Вот так вот она под своим весом работает. Здесь у нас есть упорчик. Вот так хоп, откидываем и как бы все держится офигенно. То есть само. Вот этим болтом у нас регулируется наклон. То есть наклон относительно конусов. Два вида конусов. от вот такой узкий конус и широкий конус. 58 вроде а это 68. То есть два вида конусов. Это широкий под широкий а узкий сейчас установлен. То есть под каждый конус необходимо вот этот угол регулировать. Как он регулируется? Вот здесь откручиваем и получается у нас вот такое свободное вращение. Содеваем конус по дереву вот сюда кладем его на барабан и вот так он сам автоматически как бы встает так как ему надо. немного подтягиваем все подтянули вот все понятно можно поменять на другой конус вот тут откручиваем гаечку гайку вот эту не надо сильно затягивать так ключ все гайки с капроном хоп здесь проставочная колечка все поменяли конус поставили здесь грубо говоря гайку закрутили меняем угол вот здесь откручиваем все вот она встает сама как ей надо то есть встала соответственно протянули данный агрегат получился 11,5 кг весом если с двумя конусами если без одного конуса соответственно будет легче металл двойка так как здесь у нас корпуса подшипников то есть опоры на верхней крышке стоят снизу для гашения вибрации вот такие резиновые офигенные ножки то есть такой агрегат полностью покрашен порошковой краской белой так как она коррозионная ну и не царапается так сильно как обычная то есть вот такая красочка обычной краской так не покрасишь так здесь у нас кнопка включения здесь у нас регулировка оборотов задней стороны имеется ну провод соответственно прям завод и предохранитель без предохранителя никак то есть все все четко включение как происходит берем палец левой руки может правой включили там зашумел вентилятор то есть происходит охлажение в корпусе вот так это дело работает надо одеть сюда конусы все одели по шуму что у нас ну не больше 80 децибел она как бы выдает на максималке максимальные обороты здесь 2 300 то есть 80 81 децибел ну зависимость еще от пряжи какая пряжа то есть от этого зависит по оборотам обороты вообще космические то есть вот такую прилепил метку чтобы было понятно какие обороты так минимальные обороты ну около 200 можно сделать это вообще минималка 160 135 максималка тут космическая это вот серединка на регуляторе на 1000 оборотов 2000 но это еще не все тут есть место максималка 2400 без пряжи максималка 2600 колбас вообще 2600 без накруги ну как же вот такие обороты ну в принципе вот такой получился офигенный агрегат машина для мотания перемотки ниток пряжи там вообще чего угодно следующее кино будет по тому чего она и как мотает то есть что как заправлять ну вот у нас пряжа тоненькая то есть сюда и запускаем под барабан конус берем вот так вот тупо наматываем ничего тут не надо крутить и включаем когда она начинает ее укладывать сначала немножко оборотов делаем потому что край конуса сначала трет по барабану вот такое у нас получается вот так она укладывает максималку фигачим 2300 а 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 конус перемотан но вряд ли на такой скорости кто-то будет мотать получается вот такая об красота то есть вот это на ней моталась вот этот танюшка моталась то есть может вообще здоровенные мотать ну следующем кино посмотрю будем мотать вот такую огромную бобину понравился видос ставим лайкос подписываемся на канал и а � и так и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА